МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Круг Новости. С обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы и я, Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите... Одесская мэрия скрыла от горожан информацию о реальных расходах на ремонт дорог. Общественная организация «Антикоррупционный офис» обратилась в суд. Депутаты женщины предпочитают не указывать в декларациях свои доходы и забывают о мужьях-предпринимателях. В Одессе состоялся традиционный марш вышиванок, в котором приняли участие несколько сотен одесситов. То, что после зимы большинство одесских дорог нуждается в срочном ремонте, ни для кого не секрет. Однако, несмотря на удручающую ситуацию с состоянием проезжих частей, городские власти не спешат проводить дорожные работы. В результате аварии ДТП, главными виновниками которых является яма на дорогах. Огромная яма на улице Скидановской стала причиной ДТП с участием легкового автомобиля Део Матис. Об этом сообщает одесский интернет-издание. На фото Виктора Бабейко видно, что автомобиль в результате попадания в яму буквально перевернулся. Как рассказывают очевидцы происшествия, водитель не справился с управлением и перевернулся перед этим, ударившись об дерево. Ему и пассажирке авто была вызвана скорая помощь. Они доставлены в больницу. Но вот вопрос, кто будет отвечать за это ДТП? Множество других, которые почти наверняка будут происходить в нашем городе. Городе, в котором проезжие части украшают глубокие ямы и колдобины, причем ничем не огороженные. И это при том, что с автомобилиста взимается дорожная плата, которая, собственно, и должна идти на ремонт проезжих частей, но которая, судя по количеству ям, уходит в совершенно другом направлении. Ремонт дорог в нашем городе – секретная операция. Чиновники скрывают информацию о реальном объеме и стоимости работ. Одесские общественники обратились в суд с требованием обнародовать документы. Административный суд первой инстанции отказался удовлетворить иск председателя общественной организации «Антикоррупционный офис» Алексея Черного. Дело рассматривает суд апелляционный. Естественно, требует полного отчета, сколько заплатили за материалы, во что обошлась бюджетом работа и какой объем этой самой работы. Иначе нельзя оценить, насколько эффективно использованы средства. А в таком случае открываются огромные возможности для воровства. «Позивач зазначив, що відповідающий не надав аргументованої відповіді, чому запитувана інформація належить до конфіденційної, а також негатив інших законних представлень відповідно до трискодового тесту. Таким чином, на думку ПЗЧ, зазначено, що інформація не є конфіденційною, а повинна була надана у повному особі запитувачу. Крім того, жоден нормативно-правовий акт не відносить зазначену інформацію до конфіденційної, а отже вона є відкритою та доступною. Є виробництву сказати, що державні кошти, які направлені на ремонт у 2017 році, були виперчені не за ціли в інформацію, але по завищеній вартосі. Отвечі городського управління дорожного хозяйства живуть по своїм правилам. Закон о доступі кублічной інформації там не дійснює. Я звертався до Одеської міської ради з однотипними запитами до різних управлінь. Мені надали доступ до інформації всіх управління, крім одного управління – управління дорожнього господарства». Ответ представителям мерії, по суті, є оскарбленням для всіх жителів Одеси. Народ темний, тупий і не йому судить у деятельності чиновників. «Ми розуміємо, якщо буде поширена інформація про вартість певних послуг підрядних, одразу знайдеться чимало людей, які, не маючи відповідної освіти, кваліфікації і так далі, візьмуться оцінювати економічну обґрунтованість цих витрат і так далі». Согласно законодательству, подробну інформацію об ословіях договора треба викладати на сайті системи «Прозора». «До цього договору мали бути додатки, також оприлюднені. І в цих додатках є всі цифри, які визначені в актах форми КБ-2. Якщо ви їх оприлюднили, то будь ласка поясніть суду, яким чином, чого тоді ви відмовили в розповідні цієї інформації». Юрист мэриї не нашел, що ответить на вполне опоснований вопрос судьи. Це йому треба зробити на следуючому засіданні. Александр Виноградов, Андрій Терешніко, телекомпанія «Кру». О бізнесі і доходах депутатів представітельниць «Слабого пола» розказала в своєм розслідований журналист Елена Кравченко. І якщо верити фактам, опублікованим її в ізданні «048», живуть наші народні избранниці зовсім не на одну зарплату. О тому, за счет чого пополняються семейні бюджети дам депутатов, подробні розкажет Алена Фомич. О доходах і расходах депутатів жінчин розказала десетом журналист Елена Кравченко. Как следует из обнаруженных ею фактов, жизнь представительниц «Слабого пола» весьма и весьма насыщена, особенно если учитывать, что вся їх деятельность на поприще депутатских собраний – всего лишь еще одна доходная часть их бизнеса. Как пишет автор статьи, цитируем, «В Одесе придумыванием схем депутаты и чиновники себя очень часто не утруждают. Они просто не указывают в декларациях супругов, не указывают в своей компании. Депутаты не вписывают в свой бизнес и бизнес членов семьи в декларацию, даже зная, что попадуться на лжи с вероятностью 100%, если кто-то все-таки проверит. А затем они спокойно принимают решения на комиссиях, исполкомах и сессиях, по вопросам, у которых есть явный конфликт интересов. Итак, вот всего несколько примеров. Депутаты от Протрухановской партии доверяют делам Людмилы Варава. Как пишет Елена Кравченко, в распоряжении за 2015 год мы находим компанию депутата Людмилы Варавы, партия доверяет делам, МАЭ, Резгрупп, компания, которой Геннадий Труханов отдал в аренду более 700 квадратных метров. По идее, эта компания занимается ресторанным бизнесом, доставкой готовых блюд, организацией мобильного питания, отдельным бизнесом и сдачей имущества в аренду. Однако, по адресу, указанному в распоряжении мэра, такая фирма не обнаружена. Зато рядом с указанным в распоряжении адресом за счет средств городского бюджета проведено благоустройство территории, установлены мафы. Предположение о том, что эти ларьки и есть. Недвижимость, которую передали Людмиле Вараве за символическую плату, уже высказывали одесские журналисты-расследователи. Депутат просто сдаёт частным предпринимателям по высокой цене ларьки, которые город сдал ей за копейки. Госпожа Варава, да, тоже. Она получила 710 квадратных метров в аренду за смешные деньги. Что это за 710 метров, где они находятся, чем там занимается госпожа Варава, неизвестно. Но зато вокруг этого адреса отремонтирована за бюджетный счет улица. Депутат всё от той же протрухановской доверия делам Ирина Ясинович Куценко. Та самая депутат, которую широкая общественность узнала благодаря её широкому жесту с выставленным средним пальцем, продемонстрированному журналистам на одной из сессий. Но кроме пальца у этой дамы оказалось ещё множество других достоинств. Например, супруг, который работает директором в одной из частных автошкол. Как отмечает в своём расследовании Елена Кравченко, в декларации за 2017 год Куценко наконец-то не забыла указать своего юного супруга. И даже не забыла указать, что он получает зарплату по основному месту работы. Но о том, что это место работы частично принадлежит, её супругу написать Ирина Куценко забыла. Андрей Куценко – совладелец компании «Носкар» по данным аналитической платформы «Юконтрол». Мэр Одессы Геннадий Труханов передал этой компании своим личным распоряжением шесть помещений в аренду. Госпожа Ясинович, да, наконец-то мужа указывает в декларации. Но забывают указывать, что он совладелец фирмы, в которой он якобы получает только зарплату. Об этом уже писали не один раз. Они получили в аренду шесть помещений для автошкол. Ну, а почему другим школам не выдают такие помещения? Чем лучше компания, в которой работает муж Ясинович? Какие-то другие преподаватели, они делают какую-то скидку горожанам, они учат бесплатно. Собственно, в чём заключается полезная деятельность её мужа, почему он должен получить даром шесть помещений. Ну и, наконец, изюминка в общей сладкой массе избранниц, депутат всё от той же Протрухановской доверять делам Марина Лазовенко. Госпожа Лазовенко занимается всем абсолютно. Вы можете увидеть даже по официальным данным, по декларации, её фирмы уже тендера выиграли на 267 или 8 миллионов гривен. Так, как пишет автор статьи, одна из компаний Марина Лазовенко «Пикстрой» участвовала в 54 тендерах, выиграла в 45. Проигрывала только 9 раз, из них 3 раза «Росдорстрою». Несмотря на то, что компания Марина Лазовенко «Пикстрой» – компания, которой Марина владеет вместе с женой ещё одного депутата, доверяя делам автомагистрали, один из учредителей, супруга депутата Шумахера, а также компания, к основанию которой имел непосредственное отношение отец Марин Лазовенко, «Росдорстрой», получает немыслимое количество подрядов в Одессе на ремонт буквально всего. Несмотря на то, что качество этого ремонта и соблюдение сроков постоянно возникают вопросы не только у одесситов, но и у правоохранительных органов, это, как казалось, ещё далеко не все бизнес-интересы депутата Марин Лазовенко. Тайный бизнес Марины Лазовенко, пишет Елена Кравченко, парковки вдоль морского побережья. Рядом с одесскими пляжами каждый год появляются сезонные парковки. Решение о том, где будут эти парковки, а также каким предпринимателям доверить работу операторами этих парковок, принимает комиссия, в состав которой входит Марина Лазовенко. Ну и самое, конечно, интересное, что эти избранницы уже даже не придумывают каких-то витиеватых супер-коррупционных схем. Всё просто. Сидят себя потихоньку в мэрии и пилят наш бюджет. Собственно, этим отличаются не только депутаты Дамы, но и представители противоположного пола. О них, как обещает Елена Кравченко, тоже будет рассказано уже в ближайшее время. Главное, чтобы данными фактами заинтересовались правоохранительные органы. Уже второй год предприниматели рынка «Успех» пытаются отстоять свои права и через суд отменить решение Одесского городского совета о передаче земли рынка частному застройщику. Очередное заседание Приморского суда состоялось 21 мая. Очередное заседание Приморского районного суда, на котором рассматривается коллективный иск предпринимателей рынка «Успех» против решения Одесского городского совета, которым данный рынок вместе с магазинами и фактически людьми был передан компании-застройщику. По словам истцов всех предпринимателей, как рабов в средние века без их ведома, передали структуре, тесно связанной с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Труханов своему, скажем так, коррупционному бизнесу отдал рынок вместе с людьми. Хотя люди строили магазины, этот рынок существует 20 лет. То есть не спросив ни людей, без конкурса, без ничего, весь рынок берется вместе с людьми, там работает не менее 500 человек, то есть люди кормят свои семьи, платят налоги. Вот так, как рабов, как в средневековье взяли и передали всех этих людей вместе с их магазинами себе же. Решением в сессии городского совета территория рынка в прошлом году была передана под застройку нового жилого комплекса. Частной компании, которой многие СМИ связывают с иностранным партнером и теневым хозяином Одессы Владимиром Галантерником. Именно поэтому, как считают предприниматели, добиться через суд справедливого решения практически невозможно. Заседание уже идет довольно давно, этот процесс идет. Мы видим на лицо абсолютно четкое желание затянуть этот процесс для того, чтобы максимально, потому что и власть, и коррумпированный бизнес у этих людей в одних и тех же руках. Мы видим процесс, когда специально затягивают судебные процессы для того, чтобы закончить, скажем так, это преступление. Была судья Ильченко ранее, она подала отставку на стадии розгляда справы по аэродрому, правда. Ну, справа передана была до судя Бойчука. Сегодня должен был быть рассмотрен по сути, однако через то, что район успешный не отримал повестку, або не сповестил про то, что он отримал повестку, он не появился сегодня. Хотя, ну, вся справа публично, и я думаю, все слышали, что сегодня будет рассмотрен по сути. Однако, самые представители рынка, администрации рынка не появились сегодня, поэтому справа откладывали. Представители администрации рынка проходят по делу как третья сторона. Следующее заседание, на котором должно рассматриваться дело, по сути, назначено на 1 июня. Выставка школьного оборудования и современной мебели, дидактических материалов, мультимедийного и компьютерного оборудования «Арсенал идей новой украинской школы» состоялась в Одессе в рамках однодневного рабочего визита в наш регион министра образования и науки Украины Лилии Гриневич. Выставка «Арсенал идей новой украинской школы», организованная Министерством образования и науки по инициативе губернатора Максима Степанова, состоялась 21 мая в одном из корпусов Южноукраинского педагогического университета имени Ушинского. На выставке были представлены 30 украинских компаний-производителей мебели для школьных и дошкольных заведений, оборудования, микроскопы, цифровые технологии. Не обойдены были вниманием и изобретения самих старшеклассников в области робототехники. С представленными экспонатами ознакомилась приехавшая в Одессу с однодневным рабочим визитом Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Сам визит министра связан в первую очередь с подготовкой к новому учебному году. Только по Одессе в этом году в школы пойдут 12 тысяч первоклассников, в связи с чем в 125 школах города откроются 400 классов. На брифинге Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что правительство в этом году выделило только на начальную школу 1 миллиард гривен. Причем 30% этой суммы планируется потратить на мебель и школьное оборудование, еще 20% на компьютеризацию. Глава Минобразования отметила, что по всей Украине 22 тысячи учителей начальных классов прошли дистанционную и очную переподготовку для получения квалификации учителя новой школы. Она также добавила, что в Одесской области проводился эксперимент «Новое школьное пространство» или «Новая украинская школа». Были отобраны 4 школы в районах по инициативе губернатора. Здесь были модернизированы учебные программы в сторону увеличения часов иностранного языка и информатики, созданные инклюзивные программы. Лилия Гриневич подчеркнула, что по Украине 115 школ уже готовы к работе по программе проекта. Строятся еще 100 новых. При этом она добавила, что критерии «Новой украинской школы» будут еще серьезно дорабатываться. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что в школах по всей стране отмечается особая нехватка учителей английского языка, информатики и математики. В связи с этим предполагается увеличить зарплату учителей на 25%, а также с начала 2019 года начать вводить контрактную систему сотрудничества с учителями-выпускниками педагогических вузов. Вплоть до того, что молодому специалисту на первом рабочем месте будут обязаны предоставить жилье и другие льготы. В основном речь идет о сельской местности. Прибывший вместе с Лилией Гриневич замминистра регионального развития Лев Парсхаладзе, в свою очередь сообщил, что на этот год бюджет министерства увеличен с 3,5 миллиардов гривен до 6 миллиардов гривен, из которых 30% идет на развитие сферы образования регионов. 19 мая в Одессе состоялся традиционный вышиванковый марш. Одесситы, одетые в украинскую национальную сорочку, приняли участие в шествии по центральным улицам города. Уже шестой год подряд в Одессе проходит традиционный полюбившийся всем мегамарш в вышиванках. 19 мая несколько сотен жителей и гостей города прошлись колонной по центральным улицам. Шествие началось у одесского пассажа на Дерибасовской. Такие мероприятия призваны укреплять не только национальные традиции, но и показывать всему миру, что любовь к своей стране и городу можно проявлять коллективно. Об этом говорят сами организаторы. Я вже бачу, що дуже багато людей, яких я кожного року бачу на маршах, мене особливо тішать діти, тому що я дивлюся, коли батьки приходять, спочатку, да, дитина зовсім маленькая, вона ще в колясі, а потім я дивлюся, як вони вже за ручку їх тримають, а потім ще дитина йде і банер несе, це дуже тішить. День вишиванки став у нас вже традицією в Одессі. Кожного року ми виходимо, кожного року ми зустрічаємо цього дня друзів, однодумців, одесситів, які люблять свою країну. Це дуже добре для спілкування, для виховання молоді, дуже багато молоді, дітей. Вони привчаються до українського. Среди участників акції були іностранні гости з Канады, які зараз знаходяться в Україні за спеціальну медицинську місцію. І в течені цілої неділи канадські спеціалісти і врачі будуть проводити операції в воєнному госпіталі нашим воєннослужащим. Канадська влада підтримує Україну, не визнає окупацію Криму, і надалі буде підтримувати також, і цьому сприяє активність української діаспори в Канаді дуже сильно. Для того, щоб закінчилося, вона треба працювати на багатьох фронтах, скажімо. З Канади приїхало 25 медичних спеціалістів, які оглянуть військових тут і проведуть приблизно 40 операцій на протязі п'ятьох днів. Операції проводитимуться у трьох операційних кімнатах одночасно. Члени цієї медичної місії є лікарі-експерти з пластикових хірургів, нейрохірургів, реабілітологів, і будуть працювати над травмами верхніх кінцівок і реконструкцією щелепно-лицьового пошкоджень і реконструкції в цій ділянці. Шествие закончилось в паркі Шевченка. Участники мероприятий сполнили пісню «Зродились ми великою годиною» під аккомпанемент оркестра воєнно-морських сил Вооружённих Сил України. Проведення мегабаршів в Ішиванках в очередной раз продемонстрировало чувство єдінства, силу і національний дух українського народу. Наш выпуск новостей подошёл к концу. Далі інформація синоптиків о погоді. А я вам желаю только хороших новостей. До встречи! Субтитрувальниця Оля Шевченка